До выборов президента России в 2018 году осталось совсем немного времени. Состоятся они 18 марта. Активность обсуждения в газетах, интернете, на телевидении возрастает с каждой недели, вызывая все более живой интерес у аудитории. Среди кандидатов на шестилетний срок, которых уже утвердил ЦИК, есть и действующий президент России, депутаты Государственной Думы, журналисты, бизнесмены, психологи и даже машинист башенного крана. Крановщицу из города на Неве, уроженку Забайкалья Наталью Лисицыну в качестве кандидатов президента выдвинула партия Российский Объединенный Трудовой Фронт. Сотрудница Петербургского металлургического завода Петростали заявила, что готова отстаивать интересы рабочих. Мы связались с нашей землячкой по телефону. У вас есть какая-то своя программа? Над чем вы сейчас работаете? Над чем? Это освобождение, это эксплуатация рабочих. Только рабочие меня интересуют и волнуют. Вот эта вот смена ведь классовая, она растет. Даже тысячи, несколько тысяч поймет рабочих, свою силу почувствует. Что надо бороться самим, а не ждать от кого-то. От доброго дяденьки, что он им что-то светлое будущее устроит. Наталье Лисицыной 65 лет. Она родилась в Коринском районе, но переехала в северную столицу в 92-м году, чтобы поступить в Петербургский политехнический университет Петра Великого. Лисицына также ранее выдвигалась в Заксобрание Петербурга по списку Родфронта, но партия тогда в парламент не прошла. Пытается ли вам кто-то, ну, не знаю, ставить палки в колеса? Только хозяева наши, предприятия-то все частные. То есть вам угрожает, я так понимаю, да? Только узнали, что меня выдали, сразу же вызвали к начальству, сказали, зачем вам это надо? Нам это не надо. То есть им это не надо. Рабочий должен работать. Для этого он предназначен. Некогда. Не надо лезть в политику. Работай и все. Выполняй идиотские указания. Не суйся никуда. То есть вас уволили, я так понимаю, или вы продолжаете работать? Нет, я продолжаю. Сейчас они притихлись. Кандидатам от непарламентских фракций, чтобы пройти регистрацию, нужно собрать 100 тысяч подписей. За землячку в Чите их собирает активист Александр Бухвалов. Сама же Наталья Лисицына свою малую родину помнит по сопкам, маленькому домику в Хапчеранге и запаху багульника. Екатерина Гаврилова, ЗАПТ-ТВ.